здравствуйте с вами ольга сегодня решила показать как я делаю масло я тогда оттепарировала 36 литров молока и у меня получилось около 4 литров сливок ну чуть поменьше там на 3 600 3 700 точно я не не измеряла у меня кастрюлька 4 литра то есть где-то приблизительно так наверно вот у меня получились вот такой густоты сливки бывают у меня было раньше гуще пока мы видимо накрутили такую густую чтобы густо было сейчас мне от все больше нравится очень вкусные ну вот из них сейчас буду делать масло летом я делаю в основном из сливок мороженого много делаю мороженым то что дети очень любит мороженое мы летом его тоже едимся зимой мы меньше этим мороженое хотел тут тоже недавно делала молочный коктейль детям понравился а вот но зимой я делаю больше масла потому что как там больше с картошечкой бутерброды вот такая насадка мне есть у меня планетарный миксер я делаю в нем раньше мы делали и в банке мы с димой трясли прыгали потом и блендер блендером взбивали сломали мне блендер потом мне дима купил планетарный миксер чтобы я масло в нем дело на самом деле очень очень удобно мне очень нравится развивать масло потому что у меня не такие большие объемы как там с коровы да то есть козы все-таки меньше на единство что да здесь минус крышка не плотно прилегает кастрюле но для меня это не особо проблема сейчас я ее решила я решила вот такой убрать пищу пищевую пленку и закрывать и раньше конечно не все выливалось мне все это не нравилось мне приходилось очень много упираться сейчас вот я придумал такую вещь мне очень нравится очень удобно а в остальном а мне очень нравится получается то есть как бы то небольшие объемы масла взбить можно мы раньше искали и маслобойку но они все маленькие пластмассовые пластмасса мы все не любим то что это все достаточно клубка очень ломается быстро такое что-то нормальное она но ты сейчас набираю обороты она для больших объемов но у нас нет таких больших объемов меня не так много коз поэтому планетарный миксер меня в этом плане вообще очень сильно выручил плюс в нем я делаю тесто потому что выпечку мы тоже делаем сами что детям мы ничего не покупаем печенье конфеты там ничего такого сладкого мы не покупаем из магазина делаю все сама поэтому конечно он очень сильно выручает тесто а так как я не люблю тесто месить руками поэтому меняет вообще просто красота все туда закинул она все вымесила тесто уже готова но сейчас я убираю пленку буду доставать нас на самом деле быстро делается но сравнительно быстро то есть минут 10 на 14 но смотря когда то что бывает у меня летом плохо взбивается либо от жары либо из-за того что там козы не что-то нету едят я не знаю а бывает что сливки вообще не сбивается как-то я один вечер весь промучилась и в итоге поставил все в холодильник на следующий день у меня сбилось все буквально за несколько секунд но так на самом деле сливки лучше сбиваются когда они немножко постоят подольше то есть покислее когда будут вот это я ледяной водичкой заливаю масло чтобы промыть от пахты и она становится еще таким более твердым упругим удобнее его формировать потому что когда окажется тепло мягкий становится неудобно его формировать вот а там я в миксер еще бумажечку положила это просто меня с крышки стекает пахта и чтобы не запачкался сильно миксер я просто кладу туда бумажку и получается что мне меньше мы тут у меня получается уже вторая партия я закидываю сливки во второй раз в миксер здесь они уже меня сбились чуть получше ночью в первый раз потому что в первый раз я не снимала с боков со стенок кастрюли получилось достаточно так жидковато в этот раз посильнее по взбивал вот я придерживаю меня уже там порвалась пленка пахта брыжет разные стороны и видно что немножечко такой же желтенький цвет слива конечно не как у коровы потому что коровы желтый желтый и сыры желтые и масса желтая у меня такой беженький но получается вообще масло получать обалденно у меня укос нету привкуса никакого козьего как бывает иногда люди страдают козь привкус в молоке и послевкусие бывает в продуктах у меня нет а вот про досочку я кстати глядела уоле многодетной тоже деревенской как она досочками делать то что раньше я формировала руками потом я увидела что вот она доска делает тоже стала доской это очень-очень удобно так вот хотел сказать по молоко что у нас не пахнет молоко у нас и заинские козы есть и ничего не пахнет и послевкусие никакого нет в продуктах не в твороге не в масле не в мороженом не в сырах нету послевкусие вот этого козьего не отдает ничем я не знаю как бы многие говорят что это зависит от частоты содержания животного от того как стригут копыта без такой нет все делаем то есть мы содержим частоте общем-то мы стрижем я устригу постоянно копыт и раз там в два-три месяца козам но и глистогоним вот у меня получилось из 36 литров молока 6 пачек масла и всего получилось около 2 килограмм масла достаточно неплохо у меня масло уходит выпечку и так кушаем очень вкусненько все получается а вот озвучиваю кстати как и делаю дел и тогда сепарировала молоко делают сейчас масло и озвучиваю я все ночью потому что детки мои уснули тишина и покой они все спят они не мамку то они не бегут не кричат и можно спокойно поделать какие-то дела можно спокойно озвучить без посторонних шумов здесь я вот показываю что вот какой консистенции меня получается маслом я его храню в морозильной камере все это у меня получается складываю туда и на зиму у меня уже две морозилки мы сможем купили потому что они помещаются у нас в одно и у нас масло и мясо и молочные всякие разные продукты а вот здесь я сейчас делаю себе бутербродик сыром своим качёта сам простой твердый сыр с качёта нанесем пошла кушать до свидания